Давай-давай, кормим. Он уже проголодался, видишь. Давай-давай-давай, молодец, молодец. Это так просто, с ладошки. Кормить коня с руки сегодня учит Юля Александр Ус. Это было ее большое желание покататься на лошади. Эту мечту он снял с кремлевской елки с желаний. На шариках россияне писали свои просьбы, а чиновники их исполняли. Желание загадала и Юля. Девочке в два года попала в детский дом, сейчас она в шестом классе. Много о чем мечтала, но самым заветным желанием оказалась прогулка на лошади. Ее девочке и подарил губернатор по поручению президента. Он признался также, что лошадей с детства любит. На колхозных лошадях есть. У нас же деревни же. Так ну какие деревни, там они бесплатные. Туга, нормально вот здесь. Правую ножку, деревья надеваешь. А и все просто. Отлично, умничка. Чем хочешь заниматься, когда вырастешь? Лошечку пить. И что с ней делать? На соревнованиях, там может идти из детского дома катать. Теперь школьница будет заниматься здесь постоянно. Губернатор договорился. Но оказалось, что у подростка не одно желание. Юля хотела познакомиться с Егором Кридом, популярным исполнителем. Александр Рус пообещал, что музыкант позвонит девочке. Сейчас он на гастролях, но мы постараемся, чтобы он тебе позвонил. А когда в следующий раз приедет сюда, то тогда и увидимся. А ты его на лошадке прокатишь. Еще один подарок получил Никита. Ему 13,6 лет назад он связал свою жизнь с балалайкой. Играет на ней виртуозно. Никита признается, хочет стать звездой. Совсем скоро будет играть на концерте с баянистом. Поэтому подарить губернатор ему решил балалайку. Ее только выстругали и отдали мальчику. Сам он от счастья и волнения даже забыл, как зовут губернатора. Владимир Владимирович Путин. И... Александр Александрович. Поблагодарила президента и красноярка Жанна Дорофеева. Теперь у нее есть швейная машинка. В Ярославле Егор вышел на лед с хоккеистами локаватива, а Лилия Ивановна из Симферопольского пансионата поплавала с дельфинами. А жительница Омской области Настя попросила у своего губернатора наряды на Новый год всем членам их большой семьи. И Новый год многодетная семья встретила в красивых платьях и костюмах. Вот такие простые новогодние чудеса. Алена Крышенинникова, Сергей Малафеев. Мечтает с настоящим Дедом Морозом побывать на Новый год.